Пасмурный воскресный вечер 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 Потому что, ну, видите все, подмечаете ошибки, подмечаете что-то хорошее. Делитесь наблюдениями по сезонам. Ну, сезон напряженный. Надеемся, в следующем году все будет получше, чем в этом. И поборемся за призовые места. Жалко, что Лига Чемпионов и Лига Европы пролетают мимо нас, к сожалению. Посмотрим. У нас сейчас очень хороший, молодой, обновленный состав. Поэтому будем верить в парней. Паш, что добавишь? Ну, мне, ну, нравится этот сезон. Конечно, плохо, что Лиги Европы, Лиги Чемпионов нету. И матчи, когда в Борной России играют. И сейчас это есть период, когда играть своих молодых игроков в Борную команду России. Круто, круто. Но я, насколько знаю, вы прям серьезно с 2018 года прям топите за локомотив. Как это появилось? Откуда такая любовь именно к локомотиву? Как это пришло? Благодаря Юрию Павловичу Семину. Пашу водил футболиста Игоря Дениса на поле. И Юрий Павлович подошел, обнял нас вдвоем и говорит, парни, после игры зайдите в раздевалку. Я говорю, да как мы зайдем Юрия Павловича, нас никто не пустит. Он такой, сейчас, сейчас все решим. И после игры нас проводили в раздевалку с парням. Познакомились и с Павловичем, и с игроками. И после этого момента мы вот хорошо дружим, общаемся с Юрием Павловичем. Какой же Юрий Павлович все-таки крутой. Юрий Павлович, спасибо вам огромное, что вы есть. Вот все любят Юрия Павловича за разное. За то, какой он тренер, за то, какой он эксперт, за то, какой он человек. Это важно. Спасибо вам большое, Юрий Павлович. У меня вот какой вопрос. Смотрите, вот у вас было три героя, насколько я знаю, которые связаны с Локомотивом на канале, правильно? Павлюченко, Самедов, ну и сам Юрий Павлович Семин. Главная черта или качество каждого из них, которые запомнились. Вот что первое вспоминается про Самедова, про Павлюченко и про Семина, Паша? Ну, про Павлюченко, ну, наверное, то, что он открытый. Он может что-то сказать в интервью, от чего может пойти какая-то заруба. Круто. Так. Семин, он тоже открытый, но его нужно открывать, чтобы он был более открытым. Он просто взрослый, ему надо немножко разговорить. Столько пресс-конференций. Да. Кстати, после интервью, нашего с ним интервью, он написал нам, что он, это одно из лучших его интервью в жизни. Это прям был такой респект от него. Круто. Нас и похвалили и родители, и знакомые журналисты, и сам Юрий Павлович, мы с ним созвонились. Он говорит, парни красавцы. Кстати, интересный факт, мы у Юрия Павловича брали интервью три или четыре раза. Когда мы только начинали, еще для Инстаграма там две с половиной минуты, потом еще раз для Инстаграма через год, и вот сейчас третий раз для нашего Ютуб-канала. И все разы соглашался. Любимые журналисты Юрия Павловича все же. Получается, да. Ну да. По сегодняшнему матчу давайте поговорим. Чего ждем сегодня от Локомотива? Понятно, что Рубин в последнее время ни шатка, ни валка выступает, но при этом расслабляться нельзя. И за Локомотив. За Рубин еще играют несколько бывших футболистов Локомотива. Это тоже важно. Да. Давайте рассказывайте, чего ждем от матча. Ну, ждем борьбы. В первую очередь победы, естественно, родного клуба. Я думаю, сегодня счет будет с разницей в 2-3 мяча. Ну, естественно, победа Локомотива. Смело. Так, Паш. Ну, я тоже думаю, что 2-3 мяча, но тоже не надо расслабляться. Мы просто обсуждали еще дома про разницу мячей. Это же общий прогноз. Да, да, да. Совместный. Ну, не надо расслабляться, потому что Рубин может выйти в опасную контратаку и забить. Про Изидора. Ты сказал, что один из твоих любимых игроков. Что с ним случилось? Ну, может быть, ты за ним наблюдаешь. Ну, почему он перестал забивать? Ну, что произошло? Он был на грани этого рекорда, когда можно было превзойти ЕЗГ, и у него не получилось. Ну, что с ним случилось? Ну, например, матч с Краснодаром. У него был один момент. У него стало меньше моментов. У него стало меньше отдавать посол. Ну, сначала он забивал, потому что у него было много моментов. А сейчас мало моментов стало. И он, надеюсь, в этом матче забьет. Надо, чтобы больше моментов было. Это значит, что полузащитники должны постараться. И в завершение, ребят, есть какой-нибудь, не знаю, человек из локомотивов, футболист, тренер, кто-то еще? Кого вы бы хотели себе героем на канал? Да, он даже не один. Ну, вот одного, кого? Давайте прямо сейчас позовем этого человека, он потом посмотрит и придет. Кого будем звать? Я предлагаю твоего любимчика. Мития Баринова. Давай. Кого? Дима Баринова. Дима, Баринов, пожалуйста, будь четвертым человеком, связанным с локомотивом. На канале «Ответь по-братски». Пригоняй к нам на канал, Дима. Мы тебя ждем. Андрей, Паша, Лапушкин. Мы тебя просим все втроем со студии ОКО ТВ. И в преддверии матча у Матери Фривенши Лайпши, и в Кемпании была минимум голевая передача, а максимум еще и... Соверно. И еще раз. Андрей, Паша, Лапушкин. Ой, я всегда мечтал сказать эту фразу. Ставьте лайки, подписывайтесь на их канал. И всегда отвечайте по-братски тем, кто вас об этом... И болейте за локомотив, друзья. Болейте. Ребята, отпускаем и продолжим сейчас нашу студию с Евгением Юрьевичем Мелешкиным, последним советским капитаном локомотива. И поэтому никуда не переключайтесь, пожалуйста. У нас еще много интересного в преддверии этой встречи. Парни, вы лучшие. Просто лучшие. Я хочу. Парни, вы лучшие. Это не меняет ни того, что у нас хорошее настроение, ни того, что у локомотива сегодня хорошие шансы в игре с Рубином. Мы смотрим на расписание 28-го тура. И, соответственно, что здесь видим? Что локомотив и Рубин – это завершающая встреча. То есть Рубин знает уже все матчи, которые сыграны до него среди конкурентов в том числе. И мы сейчас будем все. И локомотив, и Рубин, и турнирные различные интриги обсуждать с Евгением Юрьевичем Мелешкиным, директором футбольного клуба ФШМ, воспитанником локомотива. Сказали, что последним советским капитаном локомотива. Это правдивая информация? Да. Вот. А вот даже нечто новенькое я сегодня узнал про Евгения Юрьевича Мелешкина. Но на самом деле много всего интересного. Например, про турнирную таблицу тоже сейчас не будем забывать. Локомотив немножко просел здесь, и на шестой строчке находится 41 очко. Столько же укрыли в советах. Но Краснодар сегодня потерял очки в матче с Арсеналом. А это значит, что локомотив может приблизиться, если победит в матче с Рубином, то наберет 44 очка, и в целом за два тура до конца будет иметь шансы еще... Ох, сердце крови обливается в эту Еврокубковую зону. Теперь уж не знаю, какое название ей придумать, но пусть будет пока Еврокубковая зона. Вдруг что-нибудь поменяется. Вдруг настанут счастливые времена. И все-таки Еврокубки вернутся. Но, во всяком случае, в четверку. Давайте так, в четверку локомотив может попасть. Ну и приветствую Евгения Юрьевича Мелешкина. Евгений Юрьевич, здрасте. Вечер добрый. Как настроение? Как настроение? Отличная погода футбольная, поэтому все мы в ожидании. Мы сегодня, получается, с вами обсуждаем матч с Рубином, но при этом затронем и предыдущие встречи. Постараемся разобраться во всем. Давайте для начала. В одиннадцатом туре, когда и Локомотив, и Рубин, это были просто, ну, чуть ли не тотально другие команды, играли между собой. И тогда счет был 2-2. Смолова уже нет, который забил один из мячей. Трейера уже тоже нет в Рубине, который забил один из мячей. Вообще, хоть что-то можно оставить из того первого круга в обсуждении к сегодняшней встрече? Что-то важное есть? Ну, таблица уже поменялась, да, таблица поменялась. Уже команды, наверное, преследуют разные задачи, цели и задачи. Сегодня у Рубина она гораздо важнее, мне кажется. Да, он немножечко находится в конце турнира таблицы, поэтому, думаю, для них это сегодня один из последних шансов. Ну, наверное, а так команды, команды состава, конечно, поменялись, особенно у Рубина, связанных с отъездом иностранцев. Это тоже отдельная тема. И мне кажется, в первом круге, в первом круге Рубин выглядел более цельно, и какая-то игра была у него, в последнее время он как-то потерялся. А Локомотив тоже выглядел более цельно или нет? Или примерно плюс-минус? Я не сказал бы, мне Локомотив в первом круге больше нравился, больше нравился. Сейчас, наверное, тоже какие-то есть проблемы. Хотелось бы лучших результатов, но пока видим то, что видим. Ну, когда меняется столько тренеров за сезон, наверное, логично, что клуб продолжает искать, продолжает только выстраивать какую-то схему. Конечно, это сложная проблема, сложно психологически найти контакт, во-первых, с игроками. Игрокам понять, что хочет новый тренер, его мысли, стремления, стратегию какую-то. Поэтому это нормально. Согласен. Давайте не будем забывать о том, что ООО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив» Москва. Ну и теперь вспомним и о другом. О матче с Краснодаром. Перенесенная встреча 19-го тура, которая состоялась посередине недели. Во-первых, это плюс или минус, что матч вот так появился со второго дня на третий. У Рубина был недельный цикл. Кому это может сыграть на руку? Ну, вы знаете, бывает так, что это лучше, нежели там лишнюю неделю паузы иметь. Потому что команда выходит из тонуса. А два на третий, ну, наверное, как все мы говорим, что Европа так и играет. Поэтому совершенно нормально здесь. Я не думаю, что команда могла не довосстановиться. Ну что ж, согласен. Ну вот поражение от Краснодара – это второе поражение подряд. Правда, первое было от «Зенита», который, ну, просто был настроен на золотые медали в том матче. Тем не менее, тем не менее, мы бились, играли, старались играть, да. Поэтому с Краснодаром, конечно, более жалко. Так как, опять же, показатели Краснодара. Поменялась команда, уехали легионеры. Но, тем не менее, да, местные воспитанники показывают. Хороший достаточно футбол, уровень футбола. Да, ну, достойный соперник был. Ну и всего 0-1, всего в один мяч. Это же футбол. Да. Это же… Мы последние видели игры Лиги Чемпионов, поэтому здесь удивительного ничего нет. Тот факт, что… Немножко обратно возвращаясь к Рубину. Тот факт, что Локомотив удивительно, но является для Рубина таким, ну, максимально неприятным соперником. Потому что… Почему именно? Давайте после гимна Локомотива сейчас повесим небольшую интригу. Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал гимн футбольного футболиста. Прозвучал гимн футбольного клуба Локомотив Москва. И мы повесили интригу по поводу того, почему Локомотив неудобный соперник для Рубина. А все объяснение в том, что Локомотив в девяти прошлых встречах с Рубином в российской премьер-лиге не проиграл. А если брать в Кубках России, то в одиннадцати. Но это же не просто так. В последний раз в 2017, да, в 2017 году 0-1 дома выступали. Бывает такое, значит, для кого-то команды бывают неудобные, да, стиль игры какой не подходит, да, под ту команду. Не могут они подстроиться. Поэтому будем надеяться, что тенденция эта продолжится сегодня. А, хорошо. Давайте сейчас, Коль, вообще очень много информации о том, что сегодня на РЖД-арене день детского самоуправления. Ну и, Коль, дети, люди, которые всегда встречаются с контрольной работой, строим вам сегодня небольшой тест, Евгений Юрьевич. У нас есть официальный партнер, официальный партнер Локомотива, букмекерская компания FonBet, которая постоянно делает для наших гостей тесты. Давайте попробуем сейчас угадать правильный ответ с максимальным коэффициентом. Смотрите, кто из игроков, по вашей версии, с большей вероятностью забьет гол в сегодняшней встрече? Ян Кухта, Джирану Керк или Виталий Лисакович? Керк, Керк. Почему? Просто забивал в последних играх. По-моему, последний гол его в Локомотиве был. Хорошо. Ну, смотрите, правильный, ну, неправильный, не знаю, факт, есть факт. Просто на гол Яна Кухты коэффициент 2,75, а вероятность гола Керка и Лисаковича одинаковая, 3,55. Ну, Лисакович, Экс, железнодорожник, здесь еще поговорим о правиле бывших, которые, наверное, существуют, да? Ну, есть, наверное, какое-то желание, амбиции, но все зависит от команды, да, Локомотив. Есть, будут давать возможности, значит, я думаю... Смотрите, второй вопрос. Будет ли главный арбитр матча сегодня подходить к монитору ВАР? Будет, точно. Коэффициент на просмотр ВАР 2,0, имеете в виду. Третий вопрос. В этом сезоне в матчах с участием Локомотива часто показывают красные карточки. Будет ли удаление в сегодняшней игре? У Локомотива? В принципе. Я надеюсь, что обойдемся без красной картии. То есть на это не ставить. Ну, смотрите, 3,6. Очень приличный коэффициент на удаление. И четвертый вопрос. На какой исход матча вы бы поставили фрибет 2000 рублей от компании Фонбет? Победа Локомотива, ничья или победа Рубина? Я понимаю, что у Евгения Юрьевича нет выбора. Ну, смотрите, давайте... За меня посадятся фигмы. Ну, простите. Здесь, да, победа Локомотива сегодня оценивается в 2,45. То есть Локомотив фаворит сегодняшней встречи. Ничья в 3,55. 2,8. Победа Рубина. То есть на ничью меньше всего, как бы, планируют букмекеры. Только вперед. Победа Локомотива. Как и победа Локомотива. Хорошо. Мы напоминаем, что фрибет 2000 рублей от официального партнера компании Фонбет для всех болельщиков. Уже подготовлен. Нужно просто зарегистрироваться в приложении букмекерской компании Фонбет по промокоду FCLM. Все очень просто, не правда ли? Ну и посмотрим, совпадут ли ответы. Вообще, мы здесь что-то понимаем или нет. А может быть, игра пойдет по другому сценарию. Итак, давайте поговорим, наконец, уже про состав. Все-таки мы некоторых упоминали. Давайте посмотрим на стартовый состав и порассуждать на эту тему. Мы знаем, что сегодня нет Рыбуса, нет Марадишвили из-за дисквалификации. Марадишвили был удален, Рыбуса перебор карточек. Вот стартовый состав нашей команды. Все правильно, да? Стартовый состав Локомотива. Я вам сейчас, чтобы было, наверное, поудобнее. И еще вот здесь его открою. Итак, мы видим атакующий вариант Локомотива все-таки. Да, но по той схеме. Да, если они так будут играть. Три защитника. Да, поэтому... А, мы туда, да. Смотри, меня очень интересует... Знаете что, Евгений Юрьевич? В центре поля. То есть мы привыкли, что Баринов, да, есть такой дядька, который всех всегда, ну, за собой ведет. То есть, ну, совершенно не страшно с Бариновым, да, ни при какой ситуации. Но сегодня Баринова нет. Как я понимаю, есть небольшое повреждение у Дмитрия. И три человека 2002-2001 года рождения в центре поля. Это мозг. Ребята уже были заиграны. Академия работает достаточно продуктивно. То, что тренеры дают возможность молодым ребятам, только плюс. Я думаю, и сегодня, и это залог на завтрашний день. Я только приветствую это. Но главное, чтобы все получилось, потому что вот это трио Карпука с Бабкин-Петров, это, конечно, ну, так дерзко звучит, учитывая все-таки возраст ребят. Но они действительно уже в российской премьер-лиге частенько выходят. Ну и еще раз напоминаем, что ООО РЖД, генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив Москва». Давайте немножко поговорим про бывших. Есть в составе Рубина несколько бывших футболистов. Это прежде всего, наверное, Владислав Игнатьев все-таки. Уже потом Виталий Лисакович, Никита Медведев. Ну, Никита Медведев, я как понимаю, сегодня, если с Дюпиным все будет нормально, вряд ли на поле выйдет. Владислав Игнатьев, Виталий Лисакович, вот вы, когда играли против бывших команд, это действительно особенное чувство? Или это за уши все время всегда притягивается? Ну, все зависит от того, как ты уходил с команды, наверное, с предыдущей. Да, если он сходил по-доброму, но так ситуация сложилась, что не попадал в состав и нужна была игровая практика. Но здесь, я думаю, что игра не будет такой реваншистской. Даже для Лисаковича? А? Даже для Лисаковича? Я думаю, он нападающий, он доказывает в Рубине, что он умеет забивать. Может быть, рано его еще отпустили, он бы был полезен Локомотиву. Ну, что же случилось, случилось, да. Поэтому, я думаю, он, наверное, будет у него какие-то лишние проценты для загазательства того, что зря от него отказались. С этим сложно, поскольку мы сейчас видим кадры того, как разминается Рубин, как готовится к этой встрече. Хотелось бы, наверное, от вас реплику. Все-таки вы столько повидали в футбольном мире. Понятно, что уехавшие легионеры из Рубина – это одна из бед. Но мне всегда вот что интересно. Ну, не только же у Рубина легионеры уехали. У Краснодара вся команда разъехалась. У Ростова тоже большое количество людей уехали. И ничего, там своими, там Карпин нашел какие-то варианты, как перестроить. Что с Рубином происходит сегодня? Не может ли это стать злой шуткой для Локомотива? Опять же, видите, мы опять уходим в начало, как бы, становления клуба. Да, те показатели, что в Краснодаре уехали легионеры, да, они заменили их своими воспитанниками и очень достойно наступают. В Ростове уехали тоже самое большое количество, да. В Рубине, к сожалению, мы в последнее время не видим того притока из достаточно хорошей академии, с хорошими условиями. Наверное, все-таки надо обратить внимание на подрастающее поколение, на работу академии. Поэтому и не будет таких проблем. Но злой шуткой сегодня не может стать череда вот этих неудачных встреч Рубина для Локомотива. Не может быть такое, что Локомотив выйдет, ну, как бы, заведомо понимая, что у Рубина громадные проблемы. И, там, 0-6 проигранный матч Сочи может так Локомотив чуть-чуть расслабить. Я надеюсь, что Локомотив не расслабится. То, что Рубину отступать некуда. Но, с другой стороны, 6-0 тоже показывает уровень команды. Наверное, что-то там происходит не так. Поэтому будем надеяться на Локомотив. Хорошо. Еще раз напоминаю, что официальный партнер Локомотива – это букмекерская компания FUNBET. И 2000 рублей фрибет, подготовленный для болячков, которые зарегистрируются в приложении под промокодом FCLM. Ну, и состав Рубина. Коль мы к Рубину уже к сопернику перешли, давайте посмотрим тоже, в каком составе сегодня выходит Рубин. По большому счету из потерь, ну, Костюков уже давно травмирован. Нет, Мусаева, все остальные – те, к кому мы привыкли в последних турах. Кроме Лисаковича, которого и так понятно, что болельщики Локомотива прекрасно знают. На кого бы вы обратили внимание? Ну, и Игнатьева, конечно. На кого бы вы обратили внимание? Ну, смотрите, опять же, достаточно качественный подбор футболистов. Ломовицкий, да, Игнатьев, Зуев. Ну, в принципе, игроки всех основных составов и в бывших командах они были не на последних ролях. Поэтому игра будет уверена, что интересная. Интересная. Что по нападающим Локомотива скажем? Вот сегодня мы видим в защите Тесленко, Тальби, да, это люди, которые в последних матчах, мягко говоря, ну, частенько дают нападающим развернуться. Сегодня шанс для Изидора, для... Ой, я прошу прощения. Да, для Изидора все в порядке. Я про Кухту. Сегодня Кухта в центр форварда, да. Для Кухты, для Изидора, для Керка, для Петрова, возможно, опять увеличить бомбардирский счет. Вы знаете, радует, что в последнее время нападающие, будем так говорить, достаточно неплохо результативно играют Локомотива. Поэтому, единственное, Кухта давненько не забивал, начал достаточно продуктивно, сейчас немножко сбавил обороты. Но Изидор на первых ролях сейчас уверен, что пару голов мы сегодня увидим. Увидим или нет, и кто забьет, это один из главных вопросов, в том числе у официального партнера Локомотива, букмекерской компании FONBET. Зарегистрировавшись в приложении, вы можете получить, не можете, а получите фрибет в 2000 рублей, которые, соответственно, можете потратить, и в том числе на один из тех вопросов, которые мы уже обсуждали. Кто же сегодня забьет там Кухта, Джирана Керк, Лисакович и так далее. Ну, а теперь интересно, вот уже буквально за несколько минут до начала встречи, Евгений Юрьевич, как будет по-вашему развиваться сегодня игра? Локомотив с первых секунд заберет мяч, пойдет вперед, как? Локомотив, как всегда, играет, я думаю, он заберет мяч, заберет владение полем, да, и будет полномерно раскачивать оборону Рубина. Да, Рубин будет нацеливаться только на быстрой атаки, да. Я уверен, что будет так. Вопрос в реализации тех моментов, которые будут создавать, они будут проходить, будут. Поэтому, думаю, в первом тайме уже мы увидим определенный результат, тем более поле достаточно такое, все-таки скользкое, достаточно, может быть, непредсказуемое, и будут ошибки. Смотрите, такой вопрос для вас, как для человека, который, может быть, даже новому поколению что-то может сейчас разъяснить. В советское время, понятно, огромное значение имели серебряные и бронзовые медали. То есть не только золотые, но и серебряные и бронзовые. В европейских чемпионатах как-то все измеряется Еврокубками. Участием. Да, да, только первое место и больше ничего нет. Сейчас, когда у нас пропали Еврокубки на следующий год, все-таки важно, какое место займет Локомотив? Там четвертое, третье, пятое? Или теперь это не знаю? Вы знаете, для любого спортсмена важен результат все-таки, да, какое место. Завтра, послезавтра, там через несколько лет результат забудется, а эта история останется. Да, но будет участие, не будет участие. Все равно нужно стремиться к большему. Вот с этой мыслью Локомотив сегодня выходит на поле, стремится к большему. И Локомотив рубил через одну минуту. Буквально уже команды появляются на поле. А ООО «Эржеле» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив» Москва. Наше время завершено, потому что бровку нужно освобождать. Тут теперь рабочее пространство ассистента главного арбитра. Но мы с вами увидимся еще в перерыве, поэтому никуда не уходите. Смотрим футбол, а затем обсуждаем. В перерыве и после матча. Прямо скажем, мы с Евгением Юрьевичем обменялись мнениями, что как-то хотелось бы поживее, что ли. Да, видимо, ощущение, что команды еще не проснулись. Но «Рубин» выглядит повеселей. Возможно, возможно, Локомотив еще немножко не восстановился. Как-то в таком спящем пока состоянии находится. Думаете, в физике проблема? Не думаю, что в настрое. Все хотят победить. Но, в принципе, пока игра вообще без момента. Поэтому, я думаю, для зрителей это не особо интересно. Просто интересно, что... Ну, мы так рассуждаем, что «Рубин» тут действительно много, что нужно от этого матча. Потому что команда на грани стыковых матчей. «Локомотив» вроде бы уже не туда и не сюда. Но при этом мы с вами говорили о том, что места это все-таки важно. Что можно побороться за тройку. «Краснодар» потерял очки. Это сейчас нужно в перерыве говорить. Я думаю, все-таки команда играет вот так, как на сегодня они готовы. Наверное. Потому что, вы видите, равная игра. Равная игра. Значит, в каком-то и в одинаковом физическом и психологическом состоянии они находятся. Да, «Рубина» наверное важнее все-таки. Сегодняшние очки. Будем надеяться на второй тайм. Хоть что-то удалось вам за первый тайм заметить, что можно как-то выделить, я не знаю. Ну, вы знаете, вот посмотрели сейчас очень мало острых передач. Все настолько пассивно, что команда соперника успевает перестраиваться. Поэтому не создается каких-то сложностей. Сейчас давайте посмотрим на статистику первого тайма. Вовремя. Спасибо. Вовремя. Вот цифры, которые мы сейчас видим. Владение мячом 61 на 39 в пользу «Локомотива». Это приличное преимущество. Но при этом ноль ударов в створ и у той, и у другой команды. Ну, это как вообще? Это показатель игры. От него никуда не уйти. Поэтому мы и говорим, что игра вся происходит в центре поля. И, к сожалению, даже «Рубину» не удаются те быстрые атаки, на которые, в общем-то, я думаю, они рассчитывали. За счет чего можно это менять? Других футболистов? За счет скорости передвижения мяча, за счет острых передач, нестандартных передач. Поэтому вот в первом тайме мы этого ничего не увидели. А слова, замены, как на это можно повлиять? Я думаю, тренеры здесь лучше видят, кто у них находится в обойме, кто может на сегодня усилить игру. Но «Локомотива», не знаю, три нападающих просто пассивны достаточно в своих стремлениях забить гол. В центре поля, наверное, тоже, да, кроется какая-то вот важная деталь, которая бы могла. То есть центр поля же должен все-таки это двигать, разгонять. Или длинные передачи нужны, защиты? Как? С длинными тяжело сейчас играть, потому что, видите, какое поле скользкое, достаточно сложно будет. Но еще раз говорю, должен быть креатив, креатив прежде всего. И быстрые передачи, которые могут заставить соперника в расход. Кто-нибудь понравился вам хоть эпизодически из «Локомотива» по первому тайме? Боюсь, что никто не произвел в первом тайме впечатлениями. Только вратари, то, что они бы не пропустили голы. С точки зрения «Рубина», наверное, нынешний результат – это не самый плохой вариант, потому что последние-то встречи у «Рубина» закачивались гораздо хуже. 0-0 – это даже приемлемо. Мы, наверное, не будем переживать так за «Рубин», да, мы больше переживаем за «Локомотив». А я не переживаю, я пытаюсь понять логику происходящего в первом тайме. «Рубин», ну, наверное, мог бы, мог бы добавить «Рубин», да, мог. Но прежде всего, мне кажется, он сейчас забудется об обороне. Поэтому для него задача сейчас – сыграть сзади на ноль. И, может быть, получится забить гол. Поэтому они не бегут вперед, как бы, всей командой. Теперь вопрос, связанный с происходящим на арене. Вот сейчас сумасшедший такой дождь проливной начался. У нас появились зонтики, поле промокло. Кому это на руку? Мяч будет ходить быстрее, как вы просили. Это не факт, что он будет ходить быстрее. Почему? Потому что для этого нужны футболисты, которые будут быстро его передвигать. Это не зависит от поля и от того, что он мяч круглый или квадратный. Все одинаковое. Ну как же, ну когда трава мокрая. Значит, не будет хватать им технических навыков, чтобы его быстро заставлять мяч с партнером. Поэтому, ну, посмотрим. В общем-то, в равных условиях находится команда. И сейчас мы просто увидим, кому нужнее эти три очка. Это интересная мысль. Но, может быть, я, конечно, понимаю, что вы так элегантно стараетесь не советовать тренерскому штабу, что делать. Но все-таки болячкам может быть интересно. Изменение схемы, может быть, сейчас могло бы помочь Локомотиву, я имею в виду. Я сейчас Локомотива, еще раз говорю, не вижу. Играют три нападающих основных. Да, те, которые, будем говорить, забивные, которые на сегодня Локомотив имеет в своем распоряжении. Если они ничего не могут сделать, сложно сказать, как что там нужно поменять. Может, как-то тактику поменять. Но до трех этих нападающих даже мячи не доходит. Потому что Рубин отходит практически всей командой. Достаточно сложно прорвать эту оборону. Есть статистика, которая гласит, что Локомотив в нескольких подряд вторых таймах забивает, в отличие от первых. Статистика эта имеет право на то, чтобы быть взятой в расчет? Или все-таки эти цифры, они под каждого соперника? И тут зависит от физической готовности от чего-то? Или все-таки Локомотив так действует, что в втором тайме постоянно забивает? Сложно мне сейчас ответить на ваш вопрос. Локомотив во вторых таймах постоянно забивает? Это зависит от соперников все-таки? Или это исходит от команды, от самого Локомотива, что во вторых таймах лучше игра проходит? Я думаю, конечно, от команды Локомотив исходит. Потому что вот та игра монотонная, которую Локомотив на сегодня владеет преимуществом, не реализуя. Я думаю, все-таки команды соперников больше устают при отборе мяча. Поэтому здесь уже шанс сейчас будет у Локомотива, конечно, во втором тайме. Статистика, я думаю, должна сыграть свою роль. Что по молодых? Мы сегодня с вами говорили про молодое центр поля. Пока не портит. Да, здесь достаточно плотное. А это уже много. Это уже хорошо. Да, я говорю, это уже много. Были какие-то шероховатости, но для молодых ребят, еще раз говорю, не хватает той остроты. Я думаю, для молодых может быть еще и это рано. Не всем это сразу так дано. Поэтому тяжело, тяжело. Ну, любой опыт, он все-таки будет полезен. Может быть, мы сегодня говорили про то, что нет Дмитрия Баринова. Может быть, как раз не хватает человека, который в центре поля бы рявкнул на всех. Допускаю. У Локомотива сейчас нет на поле лидера никакого. Играют там 11 человек, которые вышли просто-напросто поиграть в футбол. Извините меня, там без ворот. Мы не видим этого лидера, капитана команды. Поэтому не хватает. Будет этот Баринов, я не знаю. Может быть, это кто-то там будет из молодых ребят уже вырастить такие у него лидерские качества. Пока этого не хватает. Евгений Юрьевич, а как вам кажется, может на игроков влиять тот факт, что они узнали про то, что не будет Еврокубков? Понимают, что не будет Еврокубков. Совершенно не понимают, что им ждать дальше. Могут из-за этого как-то руки опускаться? Наверное, какие-то мысли в большей степени у иностранцев присутствуют. Я не думаю, что у наших игроков выходят на игру. У них это работа, профессиональная работа. Поэтому не думаю, что они сейчас мыслят, что завтра мы там не будем играть в Европе или что-то еще. Но результат всегда должен присутствовать. А потом, ну, окончание сезона всегда, наверное, руководство и тренеры смотрят на перспективу этого или иного игрока. Что он на следующий сезон сможет играть, не сможет играть. Смотрите, позади нас сейчас разминается Антон Миранчук. Что-то не сказал, Алексей. Было бы интересно. Антон, конечно, Миранчук. И БК-БК они очень активно провели концовку первого тайма на Бровке. То есть я так понимаю, что две замены сейчас у Локомотива будут. То есть не зря я говорил про замены. Думаю, что могут привнести какую-то остроту. Безусловно, это такие творческие игроки, которые способны создать момент из ничего. Миранчук, сколько, как вы думаете, потребуется ему времени для того, чтобы вернуть былые кондиции? Вообще здорово, что Антон поправился. Нет, в смысле, выздоровел я имею в виду. Антон не поправился, это важно. Антон выздоровел. И очень здорово, что наконец снова в футболе мы знаем, какая была непростая травма, которая мучила постоянно. Как думаете, сколько времени Антону понадобится, чтобы вернуться в ту форму, в которую он... Опять же, вот здесь, наверное, стоит немножко назад, да, о мотивации игрока. Да, если он поправился и сейчас ему ради чего, вот, да, показывать свое все. Но в Европу его не возьмут, наверное, да, так объективно говоря. Европейские кубки пока нам не грозят. Сложно, сложно сказать, где найти вот эту внутреннюю мотивацию. Ну, хочется пожелать, чтобы вот эти передачи между Миранчуком и Бека-Бека скорее были сейчас в рамках перерыва, а вот в рамках игры вот такие вот вальяжные, поперечные передачи забылись. Не только были передачи вперед. Я думаю, мне кажется, эти люди сейчас должны дать импульс для команды. Потому что, еще раз говорю, не хватает той остроты, которая, будем говорить, присуща была Джамаледдинова, когда он играл, да, это был тот конек такой, тот козырь команды. Ну, и поэтому и нападающим у них нет шансов. Ну, а сейчас прямо за нашими спинами «Локомотив» уже выходит на поле. Хочется верить, что «Локомотив» под трибунки, в раздевалке получил нужные указания. И игра сейчас, наконец, раскроется. В конце концов, погода раскрылась. Будем надеяться, что и футбол станет чуть более непредсказуемым и чуть более интересным. Как-то сегодня особенно радостно звучит композиция группы «Скульдер Хау-Матч и Затыш», потому что на 87-й минуте Антон Миранчук реализует финальти. И «Локомотив» выигрывает эту очень непростую встречу у «Рубина» и Евгений Юрьевич Милешкин по-прежнему в студии. Евгений Юрьевич, я вас поздравляю. Наверное, всех фанатов поздравляю. Как они сегодня болели, переживали. Ну, в общем-то, свершилось то, что мы, наверное, прогнозировали. Да, усиление в лице двух игроков, вышедших на замену Миранчука и Бэкэбэка, и сделали свое дело. Второй таймс «Локомотив» провел гораздо более активнее, агрессивнее и закономерный результат пенальти. То есть именно в заменах дело, что так поменялась игра? Или все-таки еще и внутри что-то, в голове поменялось? Ну, я думаю, тренер какие-то поправки все-таки внес, конечно, да. Ну, и два этих игрока, конечно, они ввели тот накал борьбы, который необходим был. Ну, вообще, второй тайм, даже если не только про «Локомотив» говорить, в принципе, второй тайм гораздо интереснее был. И моменты пошли, и, ну, как-то уже есть что-то вспомнить. Такое ощущение, что, да, первый тайм, как бы, команды просыпались. Да, заснули немножечко, и второй тайм уже и Рубину нужно было атаковать. Хотя у Рубина тоже там был хороший момент, да, немножко прозевал «Локомотив», и еще не факт, что могли бы отыграться. Но сегодня победил, я думаю, закономерно «Локомотив», сильнейший, наверное. Любопытно, что мы с вами говорили про бывших. Ну, как правило, вот эта вот традиция игры бывших, она обычно про чужие ворота. То есть бывшие забивают прошлой команде, а получилось, что бывший помог своей прошлой команде. Владислава Игнатьева мяч в руку попал. Правда, у него потом момент сумасшедший был вот в самой концовке, да. Ну, мы говорили, да, теория вероятности, если трое бывших игроков «Локомотива» играют, это практически там 35%, да, то вероятность их участия в голе большая. Получилось, да, Антон Миранчук, вот и в том числе мы обсуждали, насколько быстро он сможет обрести предыдущие кондиции. Пусть в пенальти, но все равно в гол. Это ведь, наверное, для уверенности очень важно. Я думаю, это добавит ему уверенности, ну, хотя опытный игрок, ему не нужно добавлять, просто почувствовать мяч, игру, это, наверное, очень важно для него сегодня было. Статистика на наших экранах. Евгений Юрьевич, начнем. Внимание за стрим. Встрем было по нулям ударов в створ ворот. Вот у «Рубина» осталось только же из двух «Локомотива» один. Да, но мы видим, и владение мячом увеличилось у «Локомотива», да, практически там в два раза, в два раза, да, и фолов, вы обратите внимание, да, настолько активно были и та, и другая команда, там у «Рубина» 9 фолов было. Поэтому, ну, в принципе, конечно, по ударам, если, наверное, тогда КПД очень высокий, два удара в створ ворот, один гол. Ну, и еще раз отмечаем, что «Локомотив», важный момент в таблице, теперь приближается к Краснодару. Строчка по-прежнему шестая, но 44 очка, у Краснодара 46, 47 у «ЦСКА», и у «Локомотива» впереди два матча с соперниками, которые вроде бы играют в открытый футбол, да, но при этом у «Динамо» дома, с «Динамо» будет игра домашняя, «Динамо» тоже в состоянии таком себе. Три подряд поражения, по-моему, да, поэтому... Я не знаю, но с «Динамо», наверное, сейчас удобно будет сыграть как раз «Динамо» на таком небольшом спаде, правда, сейчас игра кубковая, и вполне возможно... «Динамо» тоже хочется занять достойное место, да, за второе, там тоже побороться, сейчас надо будет. Поэтому для «Динамо» это будет очень хороший результат, и я думаю, они будут играть на победу, и даже последняя игра, ну, хотя и 2-5, 2-5, но если мы спорим, при счете там 2-3, момент тюкавина, и непонятно, как еще могла игра повернуться. А потом крылья, которым вообще больше ничего не надо, они играют в собственное удовольствие, радуют болельщиков, отмечают 80-летие, у них вообще все прекрасно. Тем опаснее, у них хорошая поставленная игра. Они играют в футбол, они сейчас на кураже, и сложно будет «Локомотиву». Две игры, будем так говорить, с играющими командами, с играющими командами, которые нацелены на атаку. Очень интересно будет посмотреть. Я думаю, что уже владение мячом у «Локомотива» такой процент не будет, конечно. Но ведь с ними же, наверное, будет и поинтереснее, попроще, в том смысле, что не нужно взламывать, они и сами играют, и дают играть. Мы посмотрим, как «Локомотив» умеет играть тогда в открытый футбол в такой же. Да, это тоже важно. А когда мы последний раз видели «Локомотив» в такой роли? В открытом футболе? Ну, прям вот, да, чтобы можно было сказать, что... Не знаю, может быть, со «Спартаком» играли так, абоюто остро так было. Да, может быть. Да, ну, «Локомотив» все-таки последние игры все время, будем говорить, контролирует мяч. Да, за счет контроля и качественной передачи он все-таки больше владеет мячом. Поэтому, ну, встретятся две команды, которые любят играть с мячом. Да, одни остро атаковать, у «Локомотива», может быть, не совсем это получается. Ну, очень интересные игры будут. Я думаю, «Локомотиву» важно будет посмотреть, проверить себя с этими командами. Еще вот какой вопрос, Евгений Юрьевич. А вот вы бы сегодня кого отметили в «Локомотиве»? Спросили бы у вас лучший игрок сегодняшнего матча. Кого бы вы назвали? Мне сложно сказать. По первому тайму, наверное, никого не было. Но по второму тайму, ну, наверное, пусть будет Миранчук. Он забил решающего. Пенати тоже надо было забить. Да, мы помним бывшего игрока «Локомотива», который, да, и Мира не забивал Пенати. Про Смолова, да. Я думал, вы сегодня про Пола заговорите. Нет, поэтому это тоже психологический момент очень важный. И пусть будет он. Ну, любопытно, что по версии канала «Матч Премьер» сегодня лучшим игроком стал Артем Карпукас. Молодой центральный полузащитник, который считанное количество матчей пока провел в «Премьер-лиге». Очень здорово. Это доверие, значит, молодым. И, значит, он был на виду. Возможно, мы не обратили внимания на его качественную игру. Мне кажется, что уже многие, на самом деле, начинают в нем видеть будущее. Центр полузащиты, как бы это громко, конечно, не звучало. Поздравляем Артема Карпукаса с сегодняшним титулом. Поздравляем с победой. И с Евгением Юрьевичем Мелешкиным сегодня вместе следили за этим матчем с Рубином. Что ж, остается всего два тура. Домашняя игра с «Динамо» в гостях с «Крыльями Советов». А затем сезон закончится. И, собственно говоря, будем скучать по следующему. Каким он будет? Легионеры останутся или нет? Сейчас пока все это интрига. Но пока «Локомотив» выиграл у Рубина, и болельщики могут просто спокойно порадоваться. Согласен. Будем ждать следующей игры. Да, совершенно верно. Будем ждать следующей игры. Спасибо вам, что вы смотрите наши студии. И огромное спасибо сегодняшним гостям Евгению Юрьевичу Мелешкину. Ну и замечательным ребятам Паши и Андрею Лапушкиным, которые сегодня начинали эту студию. Все-таки еще раз обращусь к Дмитрию Баринову. Ребята очень хотят, Дима, с тобой записать интервью. По-братски. Так что не обессудь. А вам всем большое спасибо. Хорошего вечера. И отличных двух наступающих туров.